В областной филармонии имени Глинки открылся 57-й симфонический сезон. К его началу областные власти сделали лучший подарок. Теперь артисты выступают в отреставрированном здании. Ход работ лично контролировал глава региона. На первом концерте сезона побывали и наши корреспонденты. ЗАПОРОЖСКАЯ ФИЛАРМОНИИ Рахманинцы носят иносказательный характер. Это своего рода тайный шифр, в котором Рахманинов как бы соединил свой творческий путь и надежды на возрождение Руси. Эта программа построена на контрастах. Во втором отделении будет и увертюра к комической опере, и музыка к Вадевилю, и немножко импрессионизма. Новый сезон открывают с отреставрированным фасадом, новой крышей и тротуарной плиткой. Появились новые дубовые двери и наружная подсветка. Исчез тамбур при входе. За год, пока велись работы, деятельность филармонии не прекращалась ни на минуту. Только два раза концерт пришлось перенести в театр Магара. И нам удалось в кратчайшее время, буквально за год, в тандеме со строительными организациями, привести здание в порядок. И сегодня с удовольствием мы его открываем и видим, какое настроение сегодня у зрителей, у артистов и у нас, у администрации. И все благодаря этой, конечно, большой поддержке Александра Николаевича Пиклушенко. Все понимают важность, скажем, этой проблемы. Концертный зал нужно сделать наконец-то. И все хотят, чтобы мы работали действительно в красивом концертном зале. И прежде всего это для нас делается. Поэтому спасибо большое и государственной администрации, и губернатору, и всем, кто участвует в этом. В зрительном зале музыку Сергея Рахманинова внимательно слушает руководитель региона. Свои впечатления от оркестра Александр Пиклушенко озвучит в понедельник утром на оперативном совещании. Тот восторг, который я получил и все присутствующие на этом концерте, его нельзя передать. У нас удивительный симфонический оркестр, который требует точно, Виктор Иванович, новой формы, новых театральных костюмов. Я в этом убедился. Открытие фактически продолжится концертом 3 октября. Приедут из Москвы музыканты Михаил Воскресенский и Мария Гаспарян. Прозвучит концерт Вейбера для фортепиано с оркестром и четвертый концерт Бетховена. Так что в этом сезоне в филармонии обещают много новых молодых имен. А на очереди в здании теперь реконструкция внутренних коммуникаций, замена оборудования сцены, установка сигнализации и видеонаблюдения.